А в Одесском психоневрологическом интернате открыли второе социальное общежитие. В нем поселятся девушки, перешагнувшие в новую жизнь, в которой они уже стали не подопечными, а сотрудницами учреждения. На открытии побывал и наш корреспондент Александр Тарасенко. В новом социальном общежитии поселятся 10 девушек. Все они – бывшие воспитанницы интерната. Здесь будут работать в пищевом блоке учреждения. Говорят, новое жилье нравится, особенно кухня. Как тебе кухня? Кухня шикарная. Ты любишь готовить? Да, люблю. Что бы ты приготовила для твоей кухни? Я бы приготовила пюре. А еще? Болдж. Чем тебе нравится заниматься? Выступаем, вышиваем, работаем здесь. Давно ты здесь? Да. Сколько? 14 лет здесь. А вот что тебе больше всего нравится делать? Убирать. Выступать. На новоселье девушкам подарили плазменный телевизор, пылесос и бытовую химию. Отметим, первое социальное общежитие в Украине открылось 3 года назад здесь же, по инициативе директора интерната. В Одесском детском доме-интернате находится на постоянном проживании 102 человека. Это дети с очень тяжелыми судьбами. Это обездоленные дети, которые не знали любви и ласки родных, близких людей, матери, отца. И сегодня мы для них сделали частицу, отдали частицу души. На ремонт здания потребовалось полгода. Зато теперь эти девушки имеют возможность почувствовать себя настоящими хозяйками. А главное, они вступили в новую, самостоятельную жизнь. А я еще раз подчеркну, мы их просто часто забываем, их просто часто не видим. Понимать, что они нужны, понимать, что их жизнь может быть значительно более полноценной, чем просто существование от завтрака до обеда, от обеда до ужина и до сна. Вот такое небольшое социальное общежитие, которое мы открываем, которое открыто. И здесь можно только теплые слова благодарности говорить, в том числе и за средства меценатов, спонсоров. По словам заместителя главы облгосадминистрации, это только первые шаги по реформированию системы психоневрологических интернатов. Александр Тарасенко, Алексей Филиппов, 7 канал.